Это иублефар, который у меня живет уже больше двух лет. Папашка тех маленьких иублефаряток, которые в прошлом году рождались, вот всякие там поросяточки и прочее. И он попал у нас довольно интересную, практически трагичную историю. Да-да, Мурлок. Благодаря вот кому-то вот этому. То есть я осенью, осенью, это наверное было уже после рептилиума, пришла домой, террариум открыт, иублефара нет. То есть Мурлок отодвинул дверку, дверки вот как здесь. Так, вот просто на кухне террариум, он легко отодвигается. То есть Мурлок сделала вот так. Буквально вот настолько отодвинул, и ящерицы там не было. Обыскала я, конечно, все. Первым делом, что я сделала, это убрала всякие клеевые ловушки на тараканов, которые у меня стояли везде там под столами, под мебелью. Нигде обычно тараканы могут пройти. Вот. Но иублефара я так и не нашла. Причем искала я его, ну, по несколько раз в день, с фонарями, там все. И Мурлок помогал искать тоже. Вот. Никаких останков от иублефара, ничего, в общем, ни следов, никак. Ну, раньше этот товарищ у меня тоже убегал. Причем где-то месяца на полтора, летом. И в итоге потом Мурлок же его и нашел. Убегал он, потому что забыли закрыть дверку, когда меня не было, там его кормили. Вот. И потом Мурлок его нашел за батареей. Ну, в итоге я искала, вот везде, где только можно. Обнаружила, что у меня за плинтусом есть дыра в подпол, ну, под доски пола. Поняла, что он может вполне быть там, либо котик его мог скушать. Да, котик? Всё-таки игрушки игрушками, а хищник, он хищник и... Он любит ящериц. Как я уже говорила, было это примерно где-то в ноябре. Ну да, вот октябрь-ноябрь он у меня, значит, пропал. И я его не нашла. И в течение всего этого времени я периодически всё это выискала, да. Я просматривала фонариком, там просвечивала. Но у меня сложно вообще просветить всё. Например, плита газовая у меня не отодвигается, ящики там все эти не отодвигаются, которые вот кухонные вот эти. Вот. Спрятаться у меня есть где, в общем. Тут буквально на днях я слышу, то есть сижу в комнате, слышу виск с кухни такой прям пищание, вот как я выкладывала видео, где маленький углефорёнок пищит. Вот точно так же. Я подрываюсь, бегу туда, думаю, что, думала, забыла закрыть дверку опять у террариума, либо мурлок открыл. Хотя я вешаю теперь замок туда и специально замок. Сейчас пойдём покажем, как это всё вообще выглядит. Так, у меня здесь небольшой хлам, бардак и прочее. В общем, вот у меня здесь замок теперь стоит, то есть это теперь вот не открывается. А так они довольно легко отодвигались. Вот. И вот отсюда, вот из вот этой вот щели он выполз и, видно, уполз куда-то туда. Ну, причём мурлок его лапками, скорее всего, загнал. Ну, так вот, прибегает. Думаю, забыла опять замок повесить. Думаю, мурлок опять достал вот этих вот, которые там иранские сейчас сидят. А, и в итоге вижу, что в середине кухни, на полу сидит вот этот товарищ, и мурлок его просто лапкой там трогает и не даёт ему куда-то убежать. А и он на него, то есть вот, и ублефар на мурлока рычит, пищит и возмущается. То есть мурлок его не кусал, ничего, он просто его лапочкой двигал там. Вот. В итоге совершенно целый ублефар. Больше четырёх месяцев... Даже не четырёх. А, ну да, где-то... Четыре-пять месяцев он где-то болтался и вылез совершенно как бы почти даже не похудевшим. Единственное, что он был гораздо темнее и очень-очень хотел пить, пока я его посадила сразу в контейнер. Отмыло всего, он был весь в пылище. Он причём был в клею, но он до сих пор в клею. Вот у него на морде осталось. Он, видимо, нашёл где-то клеевую ловушку, которую я не нашла, и мурлок её куда-то зафутболил. То есть я как бы... Все, что я... Ну, мне на глаза попались, я все убрала. А он всё равно что-то такое нашёл. Либо где-то ещё давно у меня сестра раскладывала картонки с клеем. То есть даже не ловушки, а вот клей для крыс, куда картонки и в очень узкие щели. Вот. И я могла это не найти. То есть он где-то, видимо, решил перезимовать. И у блефара вообще в зимовку... То есть они в спячку впадают в такую... Ну, не очень прям... Разбудить их можно легко, но им специально для размножения обычно понижают температуру. Кладут там в тёмные коробочки и дают им пару месяцев вот так в зимовке побыть, если хотят размножать. Вот. Он, видимо, сам куда-то залез. Проспал там какую-то часть времени. Потом, видимо, он влип в клей. Но не сильно. То есть у него были в клею ладошки. Вот челюсть. Вот она сейчас тёмненькая. Он ещё не полинял. И немного вот здесь вот на груди. То есть сейчас это я почистила, как смогла. Дальше я уже не могу. То есть жду, пока он полиняет. Надо момент этот засечь, чтобы он не съел шкурку с этим клеем. И снять самостоятельно. Вот. Ну и вот. А в целом он совершенно такой... То есть он весь вечер он пил. Не знаю, сколько он выпил воды. Очень много. То есть он лакал, лакал, лакал. Я его прям сначала в миску положила с водой, чтобы он отмылся и он пить стал. Потом я его уже в контейнере поилку поставила. Он пил, пил, пил. Ест он сейчас мало. То есть он за это время где-то съел пару зоофобосов. И больше, в общем-то, не хочет, не просит. Он ещё... Но он не похудел. То есть у него хвостик, ну, не знаю, процентов может быть на 20-30 схуднул от того, что было. И всё. А так совершенно здоровая такая животина. Характер у него не поменялся. Он такой же ручной. Любит, когда его чешут. Но дом-то теперь его занят иранскими углефарами. Вот. Ну, как бы я подозревала, что с ним ничего не случилось. То есть то, что он просто убежал и где-то там сидит в подполе. Кстати, углефары очень часто убегают у людей, кто их держит. Они очень хорошо прячутся, поскольку всё-таки животные норные и такие ночные. То есть у них активность ночью и днём. И вообще они очень любят прятаться в узких там щелях, норках и прочих дырках. Их сложно найти. Вот. Ну, так что опять нашёлся. То есть у него это уже в тенденцию превращается где-то путешествовать и просто тихо сидеть. Вот. Ничего. Его не учат ничему. Ну, сейчас он пока у меня специально сидит в отдельном контейнере. Вот пока не полиняет. Пока он... Точно я не убедюсь, что он в полном порядке. Ну, так бодр, цел в орёлах. Заставил всех понервничать, конечно. Я очень переживала то, что его вот нет. Но как бы и на Мурлока тоже грешить не хотелось. Ну, я всегда... Всё-таки я понимаю, что кот хищник. И в моё отсутствие он может решить, что это какая-то не такая мышка. Хотя вот получается, что он его открыл, как бы поиграл. То есть... И отпустил. Ну, видимо, просто лапкой его загнал куда-то под батарею, где и всё. Вот. А потом дальше этот уже сам куда-то решил спрятаться. Вот. То есть выманиваются и ублефары... Ну, я, конечно, изучала вопрос, как найти... Там, говорят, на насекомых ещё на что-то там ставят им поилки. Но... Ну, насекомые у меня и так как бы стоят в контейнерах на кухне, там, под столом. Их видно. А поилка... Поилки вот нет. То есть коту я воду ставлю в раковину на кухне, чтобы он не расплёскивал. Потому что все поилки он переворачивает и делает себе болото. Поэтому он пьёт либо текущую воду из крана, либо я ему, когда ухожу из дома, ставлю в миске прямо в раковине воду. Вот. Естественно, и ублефарда оттуда не дотянется. Поэтому, видимо, еду он находил. То есть каких-то убежавших сверчков. Либо он просто не ел, потому что он вообще в период зимовки они практически ничего не едят и им это не нужно. Вот. Вот. И... Ему просто вот водички не хватало, да. А так всё отлично. Ну и... Вполне возможно, что он выходил и не раз. Ну просто меня-то дома не бывает. Иногда я работаю, либо я сплю. И я в этот раз его вот нашла, пришла и подобрала только потому, что он заорал. Потому что Мурлок начал с ним играть. Вот. Ну и Мурлок его не повредил. Ну как он просто лапками его там шевелил и... Как коты обычно играют. Без жестоких там кусей. Вот. Так что у нас... Снова... Я очень рада, что он нашёлся. И очень удивлена количеством вот отсутствия его вот времени. Сколько его не было. И его состоянием. То есть обычно, как мне рассказывали, у кого убегали также углифая, они потом выползали такие все тощие, худые, страшные, с дрожащими лапками там всё это. А этот, по-моему, вообще как на курорте побывал. Единственное, вот, конечно, с клеем он куда-то влип. Это плохо. Поэтому очень обращайте внимание на все эти ловушки. Клеем пользуются клеевыми ловушками многие. На мышей, на тараканов. И если у вас какой-то зверёк убегает, то первым делом убирайте именно клей. Вообще, тараканьи ловушки, которые вот домиками, их можно перевернуть перед ногами. И как бы и тараканы тоже могут ловиться. А дикон вот такой, который ходит по земле, то есть не лазит по всяким поверхностям, а ходячий. Вот. Он вполне уже туда не попадёт. Ну, видимо, он нашёл вот именно картонку, которая была просто картонка с клеем. И поскольку их раскладывали очень много, то я, видимо, не все убрала. Ну... Да, он решил опять куда-то пойти. Вот. Так что достаточно поучительная история. И думаю, надо обращать внимание именно вот на те сложности, которые возникают уже. Я как бы знал, где попадёшь. Соломки бы постелил. Вот. Так что... Не теряйте гекконов. Ну, на самом деле... Убегают. Как бы они непредсказуемы. То есть, да. То дверка откроется, да. То... Мурлок однажды там контейнер с этими гекконами свалил. Они не убежали только потому, что сидели во влажной камере. И она перевернулась входом вниз. То есть, они показались у меня тоже на полу. Вот. В этой влажной камере запертой. Ну, а весь контейнер как бы открылся. То есть, если бы она не перевернулась, они бы тоже все разошлись по всей квартире. Вот. Ну и вообще... Никто не застрахован. Так что замки на террариумах не просто так тоже ставятся. Вот. Теперь мне надо думать, куда его поселить. Поскольку его домик уже занят. Ну, в принципе, террариум я уже заказала. Новый мне привезут скоро. Вот. Куда его только ставить. Продолжение следует...